Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу вам рассказать о седратах для клубники. О тех растениях, которые можно посеять в междурядиях, а также о тех растениях, которыми можно засеять пустые участки, предназначенные в последующем для посадки клубники. Для начинающих огородников нужно пояснить, что же такое седраты. Седраты это огородные культуры, которые высевают на грядках в междурядиях с целью оздоровления почвы, с целью избавления от различных вредителей, а также для обогащения почвы микроэлементами. Как правило, это однолетние культуры, например, такие как масечная редька, горчица, фацелия и другие однолетние культуры. Первый седрат, который отлично подходит для клубники, это белая горчица. Белая горчица отлично оздоравливает почву, делает ее рыхлой и плодородной. Белую горчицу можно высевать весь сезон, начиная с весны и до осени. Белая горчица довольно холодостойкая культура, поэтому ее можно сеять, как ранней весной, когда уже почва оттает, а также поздней осенью, когда уже ночью присутствуют заморозки. Даже в таких суровых условиях она наращивает зеленую массу и оздоравливает почву. Нужно отметить, что белая горчица очень быстро растет и примерно через месяц она уже наращивает хорошую зеленую массу. Косить горчицу нужно в тот период, в принципе, как и любые седраты, когда она еще не затвела. Как только вы увидели, что она уже на бутонах, уже готовится к цветению, пышная зеленая масса наросла, вот в этот именно и период ее нужно скосить. После того, как вы скосили горчицу, либо любой другой седрат, посеянный в междурядьях, либо на грядках, предназначенных под клубнику, седраты нужно предварительно немножко подвялить, подсушить, то есть сразу их не заделывать в почву. Если заделать неподсушенные свежие седраты в почву, могут начаться гнилостные процессы в почве, а также закисление почвы. Поэтому предварительно после скашивания их немножко подсушите, порубите лопатой, а только после этого заделайте в почву. То есть перекопайте неглубоко междурядья на грядках с клубникой. Дополнительно скопанные междурядья с заделанными седратами можно пролить различными биопрепаратами на основе сенной палочки, либо триходермы. Я использую триходермы профит, она в гранулах. На 10-литровое ведро 1 чайную ложку гранул. И затем данным раствором дополнительно проливаю в свои междурядья клубники. Триходерма помогает разложению, переработке вот этих растительных остатков. Они быстрее разлагаются, перерабатываются вот этими почвными микроорганизмами. И значит питательные вещества клубника будет получать гораздо быстрее. А также триходерма будет оберегать нашу клубнику от различных заболеваний. Седраты в междурядьях между клубникой я высеваю несколько раз за сезон. Особенно важный момент это посев седратов той же, например, горчицей, либо это может быть даже овес в осенний период. Но если летом и весной мы такие седраты будем косить до цветения и заделывать в почву, то осенью мы такие седраты не будем убирать. Горчица нарастет, вырастет хорошая зеленая масса, и мы ее попросту не скосим и не уберем, не заделываем в почву. Она останется на зиму. Для чего же это делается? Дело в том, что зимой у нас сильные ветра, и снег с огорода часто сдувается ветром. Клубника оголяется и может повреждаться морозами. А также на огороде, если нет снегозадержания, то мало снега, и весной почва пересыхает. А вот если оставить горчицу, либо другой седрат на зиму, не заделать его, оставить в междурядьях, то снег будет на участке задерживаться, значит клубника лучше перезимует, а также сохранится влага в почве в весенний период. А это очень немаловажно для хорошего урожая будущим летом. Аналогичными свойствами обладают и другие крестоцветные культуры. Например, масечная редька и рапс. Однако с рапсом нужно быть повнимательной, ведь большинство сортов рапса, они являются озимыми культурами. А значит хорошо переносят морозы, ранней весной трогаются в рост, нарастает огромная зеленая масса, и они попросту, вот этот рапс может подавить весной рост клубники. Поэтому рапс все-таки на зиму лучше не высевать, а сразу его скашивать и заделывать в почву. Кроме привычных нам седратов, в междурядьях с клубникой можно посадить и цветы, например, бархатцы и календулы. Данные растения обогащают почву многими полезными микроэлементами, а также выделяют своими корнями фитонциды в почву, которые отпугивают нематоду, а это нередкий вредитель на клубничных грядках. Календулу и бархатцы также после цветения поздней осенью можно заделать в почву. Просто их вырвать с корнями, либо скосить, измельчить лопатой и опять же перекопать междурядья. Почва не только обогатится органикой, но еще бархатцы и календула своим запахом будут отпугивать кротов с огорода. И наш урожай останется в безопасности. Еще одним отличным сидоратом для клубники является фацелия. Эта культура цена тем, что она не имеет общих вредителей и заболеваний с другими огородными и плодово-ягодными культурами на наших участках. А значит, она хорошо оздоравливает почву и служит отличным удобрением для наших культур. Фацелия в первую очередь рыхлит почву, оздоравливает почву, помогает справиться с вредителями. А еще ценное качество фацелии в том, что она раскисляет почву, если у вас на участке почвы с повышенной кислотностью. Поэтому также рекомендую высевать фацелию. Ее можно высевать также круглый год, с весны и до поздней осени и заделывать в почву. Можно высевать фацелию и на тех участках, которые предназначены для высадки клубники. Например, я убрал лук и чеснок, у меня освободились грядки, но клубнику еще высаживать рано, потому что у нас сильная засуха. Пустующие грядки я засеял фацелией и белой горчицей. Почва отдохнет, обогатится микроэлементами, затем я скашу сидораты, заделаю их в почву и на это место посажу клубнику, когда начнутся дожди, когда погода станет более прохладной. Для тех, у кого на участках почвы тяжелые и глинистые, но посажена клубника в неподготовленную почву, и вы хотите каким-то образом улучшить структуру почвы, чтобы она стала более рыхлой, плодородной, чтобы обогатилась органикой, а также азотом, очень хорошо подойдут бобовые культуры. Это может быть горох, это может быть фасоль, либо овощные бобы. Такие культуры можно высаживать в междурядьях, они будут расти весь сезон, и почва, конечно же, от такого соседства с клубникой будет улучшаться. Кроме перечисленных растений, в междурядьях клубники можно посеять укроп, можно посеять редис, чеснок посадить, а также посеять овес, либо рожь. Они также хорошо обогащают почву микроэлементами, и такое соседство с клубникой скажется благоприятно на урожае. Стоит отметить, что не все культуры огородные подходят для клубники. Ни в коем случае нельзя высаживать в междурядьях с клубникой, либо высаживать клубнику на место определенных культур. Это в первую очередь поселеновые культуры – картофель, томаты, перцы и баклажаны. Ведь после таких культур, либо если клубника растет рядом с такими культурами, она может поражаться различными грибковыми заболеваниями, в том числе и фитофторозом. Нелучшими соседями для клубники будут также бахчевые культуры. Это могут быть и огурцы, кабачки, патиссоны, либо тыквы. Такое соседство также неблагоприятно для клубники. Дорогие друзья, у нас есть большая новость. В сентябре в Москве знаменитые эксперты и тысячи любителей сада и огорода соберутся вместе на выставке конференции «Нетипичный садовод». Мы тоже примем участие в этой выставке. Будем рады лично встретиться с нашими подписчиками, пообщаться, ответить на ваши вопросы и сделать фото на память. Кроме того, на выставке будут 10 тысяч посетителей, 70 известных телеведущих и блогеров-садоводов, 40 отечественных производителей и 20 часов полезной информации. Участие в выставке для посетителей абсолютно бесплатное. Для участия нужно просто зарегистрироваться на сайте по ссылке в закрепленном комментарии sadovodexpo.ru и ждать встречи 3-4 сентября с 10.00 до 19.00 в экспоцентре в Москве. Как видите, есть седораты на все случаи жизни для решения практически любой проблемы, связанной с выращиванием клубники. Поэтому не бойтесь применять седораты у себя на огороде и высевать их в междурядях клубники. Ведь урожайность в этом случае только улучшится. Спасибо за внимание и лайки. До новых встреч!